Всем привет! Меня зовут Евгения, я менеджер компании Отклус онлайн образования. Попрошу вас дать обратную связь, хорошо ли меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики. Добрый вечер! Так, все хорошо у нас видно и слышно. Отлично. Так, сейчас буквально секунду, пожалуйста. Итак, рада вас приветствовать на нашем курсе. Здравствуйте! Давайте немного сейчас расскажу вам про то, чем мы будем вообще сегодня заниматься, про маршрут нашего вебинара. Для начала я вам расскажу немного о компании, наши особенности, как проходит у нас обучение, чем мы отличаемся от наших партнеров на рынке и почему стоит, собственно, выбрать пойти учиться именно к нам. Познакомьтесь с преподавателем курса Евгением, зададим ему все необходимые вопросы. Евгений расскажет нам подробнее про саму уже программу курса, про то, как происходит процесс обучения и так далее. После этого сделаем обзор вакансий на рынке труда, который подготовили наши сотрудники. И также расскажем о всех перспективах трудоустройства наших выпускников. То есть цель нашего дня открытых дверей сегодня – это осветить как можно больше все аспекты данного курса, получить ответы на все вопросы. Также многие, я знаю, будут смотреть этот вебинар в записи, поэтому я постараюсь задать как можно больше самых актуальных вопросов Евгению. Так, сейчас попрошу вас снова дать обратную связь. Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы знакомы с нашей компанией в чат, и двойку, если вы с нами впервые. Интересно, на самом деле, какая у нас аудитория сейчас. Так, и единички вижу, и двойки в чате. Хорошо, значит, кто-то уже с нами знаком, кто-то нет. Что ж, хорошо, давайте тогда приступим. Сейчас подробнее расскажу вам про нашу компанию. Изначально Отус задумывалась как компания, которая позволяет обучаться у опытных специалистов высокого уровня в различных сферах IT. Также со временем к нам стали поступать запросы не только для уже студентов, которые имеют какой-то опыт в программировании, но и для новичков. Вообще мы являемся сторонниками обучения у практиков, а не у теоретиков, поэтому все наши преподаватели являются действующими специалистами, что позволяет им постоянно быть в курсе лучших решений и, собственно, оперативно дополнять программу всем необходимым и все изменения учитывать. Итак, давайте вкратце расскажу вам про компанию такие основные пункты. Формат обучения у нас — это вебинары в режиме реального времени, то есть можно задавать вопросы напрямую преподавателю. Также у нас очень большой выбор программ — это более 100 курсов в сфере IT. Плюс ко всему у нас очень большие масштабы компании, с каждым годом все больше и больше. То есть сейчас у нас обучается более 2700 слушателей, а более 14000 студентов уже прошли курсы. В штате у нас более 400 преподавателей. Причем все наши преподаватели, они являются действующими специалистами, которые практикуют сейчас в настоящее время в своей деятельности. Соответственно, всегда дают студентам самые актуальные новые знания. Также у нас есть образовательная лицесензия, и мы выдаем сертификат на русском и на английском языке студентам по окончанию курсов. Вот, собственно, наши основатели — Дмитрий Волошин и Виталий Чибриков. Немножко по цифрам. В основном я уже сказала, что почти 14000 студентов уже у нас прошли, обучаются. Более 400 преподавателей, практиков у нас в штате. И также 38% студентов, которые уже прошли курсы, успешно получают офферы от наших партнеров по трудоустройству. Но об этом мы расскажем чуть позже. И также в 35% случаев наши выпускники возвращаются к нам на обучение уже на других курсах. Итак, теперь давайте познакомимся с нашим преподавателем. Евгений, здравствуйте. Всем добрый вечер. Спасибо, Евгения, за представление. Курс ведут, как правило, два преподавателя. Это Михаил Горшков, автор этого курса, который работает в лаборатории Касперского и очень здорово, очень лаконично составил эту программу. И я, Евгений Волосатов, также веду основную часть занятий, почти все вебинары. И пару слов, наверное, себе расскажу. Мне 43 года и всю свою сознательную жизнь. Так или иначе, я пишу программу и рассказываю об этом других, считаю это своим призванием. И вот я нашел, скажем так, возможность раскрыться, реализоваться и как программист, и как преподаватель, и как, скажем так, ведущий вебинаров, что мне очень нравится. Опыт ведения вебинаров у меня более 8 лет. Я сам записывал около 40 разных видеокурсов по разным языкам программирования. Вот именно вот я нашел то направление, которое мне с детства нравилось, потому что в школе я очень любил математику и информатику, участвовал на Олимпиадах по этим предметам республиканских, занимал призовые места. Но надо понимать, что это было в прошлом веке, тогда языки были другие, но алгоритмы остались те же самые. В университете очень любил все, что связано с алгоритмами. Закончил я Вильнюсский государственный университет, магистр математики и информатики, и за всю свою карьеру работал в очень многих разных фирмах, как правило, по проектам. То есть устраивался, какую-либо задачу нужно было сделать, чтобы она работала быстрее или на более крупных начальных данных, ну и справляясь с очередным проектом, переходил на следующее занятие. Я считаю себя человеком творческим и увлекаюсь шахматами. Здорово, спасибо большое. Евгений, может быть, расскажете нам про какие-нибудь свои наиболее успешные, интересные проекты? Один из интересных проектов был, назывался ВК-инфинити. Мы когда-то писали программу обмена сердечками ВКонтакте. Я почему это вспомнил, потому что там были очень интересные темы и очень интересные идеи реализованы, как касаемо алгоритмов, так и касаемо администрирования и вообще реализации. Ну, если вкратце, то в один момент эта программа уперлась в потолок 500 онлайн и больше не могла, просто потому что сервер не тянул. Можно было платить больше за сервер несколько раз, а можно было изменить запросы, API-запросы не через HTTP протокол, а просто написать на C++ программку, которая принимает сокеты. И не добавляя, не выделяя огромное количество памяти на каждого клиента, можно было на порядок, то есть в 10 раз увеличить количество клиентов. Также были интересные проекты на атомной электростанции, я работал. Интересные проекты по преподаванию было. Ну и, как уже говорил, я записал, создавал несколько видеокурсов, например, шахматы онлайн по сети, то есть реализацию всех шахматных правил и еще и создание для мобильных платформ и приложений, чтобы можно было друг с другом сыграть. Ну, опять же, с позиции больше алгоритмов, именно алгоритмическая, с алгоритмической стороны. Спасибо большое. Можно я вопрос задам слушателям? Напишите, пожалуйста, в чат 101, если вы каким-то образом уже со мной знакомы или были на каком-то вебинаре или на каком-нибудь занятии. Если вдруг кто-то из таких есть, напишите, пожалуйста, 101. Если нет, можно минус написать. Подождем ответы. Да, здесь есть определенная задержка, но когда мы ведем вебинары на самих занятиях, никакой задержки нет. Все происходит на платформе Zoom, все подключаются участники, и общение происходит моментально и очень удобно. Как правило, учатся у нас не начинающие, а продолжающие программисты, и джюниоры, и миддл есть. И мне нравится со своей стороны именно то, что я общаюсь с умными, правда, умными людьми. И вот это вот общение, и получается обмен опытом всесторонне происходит. Вообще здорово в отрасли придумано то, что объединяют три категории разных людей. Студентов, которые хотят что-то изучить и готовы к этому. Преподаватели, которые уже являются специалистами в своей области и готовы с этим поделиться. И работодатели, которые готовы принимать именно таких студентов, которые готовы учиться, которые готовы совершенствоваться. То есть отчасти можно смотреть на весь этот пятимесячный курс обучения как на своего рода тестовое задание. То есть такой тест, показать себя с хорошей стороны, как вы умеете выполнять домашние задания, как вы умеете выполнять вот эти курсы, алгоритмы, программы писать. И на выходе, как правило, отус помогает вам трудоустроиться. То есть вам не нужно начинать с нуля, а уже сразу вас могут порекомендовать на второе собеседование. То есть уже на техническое. Благодарю за ответы. Да, спасибо. Так, давайте тогда перейдем к своему курсу. Если по преподавателям, Евгений, добавить больше нечего, давайте поговорим про сам курс. А как вообще ты считаешь, для кого подойдет этот курс, для кого будет полезен? И что касается первоначальных знаний? Курс алгоритма и структуры данных для начинающих и продолжающих программистов. То есть предполагается, что вы уже умеете писать программу, и для тех, кто хочет стать профессиональным программистом. Дело в том, что в любой профессии профессионалы очень и очень ценятся. И для того, чтобы стать профессионалом, надо не просто уметь решить любую задачу полным перебором, а уметь решить какую-либо бизнес-задачу иной раз оптимальным способом или оптимизировать то, что есть. Поэтому для поступления, скажем так, для участия в нашем курсе предполагается, что вы уже владеете каким-либо языком программирования. Каким именно это ваш выбор, мы не ограничиваем по языку программирования, их очень много, но вы можете домашнее задание выполнять на любом, поскольку тут у нас не какие-то технологии, а алгоритмы. Алгоритмы можно реализовать как на Python, так и на JavaScript, так и на C++, так и на C Sharp, на Java, на любом языке программирования, который вам больше нравится. Кстати говоря, напишите, пожалуйста, какой язык программирования вы считаете своим родным, своим самым… на котором вам удобно программировать. То есть на каком языке программирования вы бы писали программы, если бы уже завтра было первое занятие. Для поступления на наш курс, как правило, есть вступительный тест. Он такой несложный, не очень сложный, но просто должно быть особое понимание, что написать программу нахождения чисел от 1 до 100, например, вам точно не составляет никакой сложности. О всех более сложных алгоритмах мы, конечно, поговорим на наших курсах. Swift и ваш язык, и поэтому боюсь, что не пойму, что там на сях или питоне будет написано. По этому поводу могу сказать, что иногда демонстрируются псевдокоды алгоритмов, но чаще это просто понимание, то есть какая структура данных используется и какие идеи необходимо реализовать, как именно это работает. Я использую планшет, интерактивную доску, все это постоянно рисую. В детстве любил на бумаге писать, рисовать, и вот сейчас это с современными технологиями используется. И получается, что моя цель на вебинаре – рассказать так, чтобы было понятно, как оно работает, ну и показать, конечно, готовый алгоритм. Да, язык Swift, конечно, немного отличается от C++, скажем так, но схемы алгоритмов все равно более-менее похожи друг на друга. Ага, Java, Java – это здорово. Павел, благодарю за ответ. Да, Евгений, может быть, расскажешь вообще, как пришла, может быть, как пришла в голову идея создания этого курса, ну и, собственно, создателю этого курса. Может быть, есть какие-то факты? Да, могу рассказать. Можно сказать, что это как университетская программа алгоритмов, алгоритмов и структуры данных. Ну, одногодовая дисциплина. Я часто спрашивал выпускников нашего курса, можно ли сравнить это с университетской программой. Говорит, обычно отвечают что-то вроде, что по насыщенности материалов, конечно же, можно, а по тому, как это преподается, нельзя, потому что у нас в отраси значительно интереснее, значительно увлекательнее все это происходит, и большая вовлеченность в процесс. Дело в том, что алгоритмов, вообще алгоритмов существует очень много, и изучить их все просто невозможно. Даже если взять, допустим, книжку Дональда Кнута или Гроком алгоритма, или еще какую-нибудь из литературы, которую мы вам предложим. Если просто ее изучать от корки до корки, но это все равно, что учить английский язык изучая слова из словаря от А до З, не самая лучшая идея. И Максим, извините, Михаил Горшков расположил, выбрал, автор этого курса, выбрал алгоритмы, выбрал темы таким образом, чтобы они, во-первых, были самые популярные, самые так или иначе используемые, а во-вторых, чтобы они дополняли друг друга. И расположены они в таком порядке, что для изучения, основываясь на том, что было рассказано раньше, можно двигаться дальше, можно изучать новое. То есть были выбраны не все алгоритмы подряд от А до Б, как говорил один политик, а выбраны, скажем так, самые интересные, самые популярные. Здорово, спасибо, Евгений. Так, я думаю, можем перейти туда к программе курса? Да, конечно. По программе обучения. Так, ну, очень такой очевидный вопрос. Можно ли, как ты считаешь, вообще за пять месяцев возводить вот такую программу курса? Потому что здесь, я вижу, достаточно насыщенная она. Евгений, давайте запрошу управление, чтобы тут пощелкать на вашем экране немножко. Благодарю. Получается? Вот, не раскрывается она. Сейчас мне на льду. Возможно ли за пять месяцев изучить всю эту тему? Да, возможно. Но я должен предупредить сразу, что времени терять не стоит. Ну, вот, например, у нас бывает медленный старт, то есть за первую неделю мы проводим по одному вебинару в неделю, потом по два вебинара в неделю. Два вебинара в неделю – это вроде бы немного, да? То есть в понедельник, в среду по два часа с восьми до десяти где-то, и потом домашнее задание. Но на домашнее задание, как правило, уходит примерно столько же времени. И если вы запустите, потеряете, ну, скажем так, ритм, и две недели, допустим, упустите, то получится, чтобы нагнать, вам нужно просмотреть все эти вебинары дважды два-четыре, да, это еще на два-восемь, восемь часов только на просмотр. И еще столько же, а то и больше, на выполнение домашних заданий. То есть запускать ни в коем случае не нужно. Конечно, тут не будет сессии, как в университете, да, как вспомню, так вздрогну, как сессии сдавали. Вы можете даже не сдавать домашние задания, все равно продвигаться можно. И в этом случае у меня только одна просьба к своим потенциальным участникам – обязательно приходите на все вебинары, потому что участие на вебинаре – это одна из самых классных возможностей и идей ОТУСа. Я сам, когда записывал видеокурс, у меня было такое ошибочное мнение, через которое многие преподаватели проходят, что можно написать книгу, что можно записать видеокурс, и все. И вроде как все рассказал, но это слабо работает, потому что для изучения нужно совместное общение, чтобы совместно с преподавателем проводить какое-то время за этим общением – это значительно эффективнее. Еще большую эффективность можно сделать, если вы потом просмотрите в записи, и еще больше, если вы выполните самостоятельное задание. Если вы готовы в неделю выделять 10 часов, 2 и 2 – это 4 часа на вебинары, и еще примерно столько же 4-6 часов на домашние задания. То есть если вы готовы по 10 часов в неделю на это выделять, то да, вы пройдете курс на 100%. То есть и все задания выполните, и все вебинары прослушайте, и все домашние задания выполните. И погружение, понимание будет полноценно. Но если у вас, вы знаете, что времени недостаточно, то можно, конечно, это все растянуть во времени, в том плане, что записи всех вебинаров у вас остаются, и потом это можно догонять. Но в этом случае хотя бы минимальный, как уже я сказал, вариант – это не пропускать вебинары. На вебинары, пожалуйста, приходите всегда, даже если что-то непонятно. Знаете, есть такое правило, ну, правило, не правило, сериалы, да? Бывают сериалы, в которых, чтобы дальше смотреть, нужно знать все, что было в предыдущем. Бывают такие сериалы, сериалы, что каждая серия начинается с начала, можно с любой начать. Вот у нас в этом смысле хороший сериал, что можно любой вебинар смотреть по отдельности. И хотя новые алгоритмы так или иначе основываются на том, что было перед этим, на каких-то других перед этим вебинарах темы эти были использованы, но все равно до полной понимания можно приобрести даже, вырвав из контекста какой-нибудь вебинар, потому что все равно каждый вебинар от начала до конца то ли или иной алгоритм рассматривается. Ну вот, не знаю, Евгений, ответил ли я на ваш вопрос? Да. Отлично, спасибо. Евгений, можете сейчас еще раз запросить управление экраном? Да, вот сейчас работает. И теперь я расскажу про нашу программу. Ну, просто пройдем по темам, я как смогу расскажу. Более подробную программу можно здесь скачать там и с домашними заданиями, и со всеми вариациями. И можно, конечно, обратить внимание, что... Ну, по ходу дела посмотрим. Итак, первый модуль – это вступительный модуль, где мы разведку боем проводим. То есть, с одной стороны, мы повторяем, что такое цикл, что такое рекурсия, а с другой стороны, реализовываем такие циклы и такие рекурсии, которые вам, я думаю, понравятся. Первый вебинар – один из самых таких эффектных в этом плане. Мы пишем одну интересную программку, приятно на которую посмотреть, как она работает. И, опять же, демонстрация циклов и рекурсов в том аспекте, что можно любую задачу, любой алгоритм решить полным перебором. И, собственно, это уровень начинающего программиста, а продолжающего, как это все решать на любом другом, на любой другой сложности. Второй модуль подготавливает вас к выполнению домашних заданий, какая у нас структура, какая у нас схема используется. Во многих домашних заданиях уже подготовлены начальные тестовые данные, которые вам очень помогут и сэкономят время проверки. То есть, вы написали программу, а как узнать, правильно написано или неправильно. А вот, пожалуйста, есть тестовые данные, можно по ним прогнать, можно написать небольшую автоматическую систему проверки, если есть желание. Совсем простую. Буквально мы ее на вебинаре за 10 минут можем написать. И это, конечно же, ускорит процесс. На третьей теме мы познакомимся, ну, не познакомимся, скорее, а проговорим еще раз, что такое сложность алгоритмов как по скорости, так и по памяти, и разберем некоторые алгебраические алгоритмы. Казалось бы, алгоритмы возведения в степень или нахождение чисел Фибоначчи, или нахождение простых чисел, о чем тут говорить? Это же вроде как очевидно. Ну, я думаю, любой из вас напишет программу, алгоритм, который возведет любое число в любую степень. Но дело в том, что это можно делать с разными скоростями. И тут вы увидите, как одну и ту же задачу мы решаем несколько раз подряд, каждый раз все быстрее и быстрее это отрабатывает. И видно, что подходы заметно отличаются. И тот алгоритм, и некоторые алгоритмы можно просто молниеносно ускорить. Особенно ярко это видно на алгоритме поиска простых чисел, начиная от полного перебора с квадратичной сложностью и заканчивая алгоритмом решетом ротосфена, улучшенным, за который за линейное время это все отрабатывает. На четвертой теме мы поговорим про биты, битовую арифметику. Это, скажем, такая тема, которая, с одной стороны, позволяет очень сильно, очень быстро, очень ускорить многие, ну, скажем так, ключ к тому, как ускорить некоторые алгоритмы. С одной стороны. А с другой стороны, эту тему почему-то программисты иной раз обходят стороной. Ну, как-то вот непонятно. Дело в том, что без них можно обойтись, но используя их, можно сделать многие вещи значительно быстрее. И там мы будем решать одну шахматную задачу про короля и про коня, и можно увидеть, как можно сгенерировать, допустим, все ходы коня, куда он может пойти, выполнив, посчитав всего одно арифметическое выражение. Небольшое, да? Вот найти его, и сразу готовый ответ. Достаточно эффектно. Ну, и на пятой теме это уже вступление ко всем остальным частям, это базовые структуры данных, динамический массив, как именно под капотом он реализовывается, какие есть особенности подводные камни использования динамических массивов. Так, если с первым модулем все более-менее понятно, напишите, пожалуйста, в чат 101. Как правило, во время наших вебинаров я вот так вот пингую наших участников и для того, чтобы быть, скажем так, на одной волне и все вместе двигаться вперед. Кому что-то непонятно, часто спрашивают, спрашивают голосом, пишут в чате. Получаются иной раз такие интересные дискуссии. Я сам иной раз узнаю что-то интересное, новое. Замечательные у нас вебинары, так что, конечно же, приглашаю поучаствовать. Если вы уже программист и хотите стать именно профессионалом, а что отличает профессионал от любителя? Отработка мелочей. Вот именно эти мелочи, благодаря битве арифметики, благодаря вот этим алгоритмам, которые ускоряют, увеличивают, улучшают сложность алгоритмов от, допустим, от квадратичной до квазилинейной или даже долинейной, об этом можно будет узнать. Понимаете, ребят, например, когда я учился в автошколе, нам рассказывали про то, как устроен двигатель внутреннего сгорания. Казалось бы, зачем водителю знать, как устроен двигатель внутреннего сгорания? Но ведь не для того, чтобы его чинить, а для того, чтобы просто понимать, как это работает и более эффективно использовать автомобиль. Вот так же вы, как программисты, зная, как работают те или иные алгоритмы, как использовать те или иные структуры данных, можете эффективно их использовать. На втором модуле мы поговорим про алгоритмы сортировки, Начиная от самых медленных и базовых, которые простые, понятные и медленные, это пузырьком, выбором, вставкой, и заканчивая линейной сортировкой, когда использовал ведерную сортировку или алгоритм по подсчету или по разрядную, можно отсортировать миллион элементов за миллион действий. Это эффект. Задача там будет, кстати, одна из домашних заданий – отсортировать миллиард чисел, используя внешнюю сортировку. То есть иногда в память все числа даже нет возможности загрузить. Вот нужно миллиард чисел отсортировать, а в память они не помещаются. Как отсортировать? Вот Морич Сорт поможет. Быстрая внешняя сортировка – достаточно интересный алгоритм. Пирамидальная сортировка сама по себе не самый эффективный алгоритм, но идеи, которые в нем используются, а именно структура данных куча и двоичное дерево в представлении обычного одномерного массива, вот этот симбиоз вот этих структур данных, очень эффективно, очень классно и просто можно, зная, как это все функционирует, как это все работает, применить и в каком-то другом вашем проекте. Напишите, пожалуйста, 201, если каким-либо образом сортировки вам уже были знакомы, и напишите, может быть, название сортировки, которую вы когда-нибудь реализовывали. Один из самых любимых алгоритмов сортировки – это Shell Sort, ну и, конечно, Merge Sort тоже мне очень нравится. Shell Sort напоминает расческу. Благодарю. Мы пойдем дальше. Зачем сортировать массив? Массив сортировать, наверное, нужно для того, чтобы ускорить поиск элементов. Но ведь можно не заниматься сортировкой массива, а просто сразу хранить числа в таком виде, чтобы можно было их уже в сортированном виде. Но именно массив использовать для этой цели не очень удобно, потому что туда добавлять элементы сложно. Есть ли какая-нибудь структура данных, которые можно было бы и добавлять быстро, и искать быстро? Да, есть. Это двоичные деревья поиска, AVL-деревья, красно-черные деревья и другие варианты. Декартовые, расширяющиеся, рандомизированные. Вот эти все двоичные деревья поиска используются как раз-таки для того, чтобы уже хранить данные в отсортированном виде, но при этом добавление и удаление элементов выполняется также за логарифмическое время, то есть очень быстро. И об этом все мы тоже рассмотрим, расскажем. Одна из самых сложных тем – это красно-черные деревья. Я на хабре статью по этому поводу даже дверь написал. Настолько это непросто для меня оказалось, что пришлось даже статью написать, чтобы досконально в этом разобраться. И следующий этап после деревьев поиска – это хэш-таблица. То есть может оказаться, что для… То есть можно еще ускорить процесс поиска, не логарифмический, а линейный. То есть самая быстрая структура данных для работы – это массив. И структура понятна, а вот именно массив, когда много одинаковых элементов. И вот можно идею этого массива использовать для хранения словаря, то есть ассоциативный массив, ключ-значение. Но по ключу напрямую вы не можете выяснить, в каком месте хранится. Но используя именно хэш-таблицу, вы можете любой ключ перевести в число и поместить туда это значение. И в результате получится именно эта хэш-таблица, которая при отсутствии коллизии работает очень быстро. То есть алгоритм сортировки – квадратичное время или квазилинейное, деревья поиска – логарифмическое время поиска. А здесь константное время, то есть доступ к одному элементу за единицу времени, как массивы. Это очень круто. Но есть много особенностей. Когда ускоряется, когда повышается скорость работы алгоритма, появляются какие-то дополнительные требования, дополнительные особенности. И о них мы здесь и поговорим. Как разрешать коллизии методом цепочек, методом открытой адресации, как генерировать хэш-функции. И даже о том, как создать идеальное хэширование, в котором коллизий вообще нету, когда это возможно. И как классно это можно все реализовать. Так, про четвертый модуль рассказали. Пойдем дальше. Пятый модуль – это самый крупный модуль нашего курса «Теория графов». У него шесть вебинаров. И мы начнем от определения и представления. Теория графов в картинках, в рисунках, скажем так. Когда очень много определений. Очень много. Там, кажется, 20 или 25 терминов самых разных. И вот мы их все нарисуем, все их повторим, все их узнаем. И не только термины, а и способы хранения всех этих графов в памяти компьютера. От того, каким образом они хранятся, зависит эффективность алгоритма. Представляете, просто от того, как именно вы будете размещать эти вершины и ребра между ними, зависит от того, как быстро будут работать алгоритмы. Иногда это может быть перечисление всех ребер, а иногда перечисление вершин. Иногда матрица смежности, иногда матрица инцидентности и другие варианты. Почему мы вообще рассматриваем здесь теорию графов? Казалось бы, зачем их изучать? Это математика или еще что-то? Не совсем так. Дело в том, что в теории графов, вообще к графу, можно привести очень много реальных вещей. То есть, взяв за вершины конкретные объекты, определив связи между ними как ребра, у вас получается граф. А в теории графов есть огромное количество алгоритмов, которые позволяют решать те или иные задачи уже готовым способом. То есть, вам не нужно уже изобретать велосипед, использовать готовый алгоритм поисков, ширь поисков, глубь, поиск минимального скелета, основного графа, основного дерева, или поиск кратчайших маршрутов, или еще что-нибудь. Эти алгоритмы уже есть. И вы с ними познакомитесь, вы их сможете реализовать самостоятельно и применять. То есть, на практике вы можете близкнуть какую-нибудь бизнес-задачу, решить, о, увидеть, что да, это же графы, и здесь можно применить вот такой вот алгоритм поиска или вычисление внутри графа и великолепнейшим образом разрешить эту проблему. Да, про кратчайший путь. Михаил расскажет про управление памятью, как используется идея теории в графе и поиск в ширь при реализации этого алгоритма. И задача Камива и Жора, то есть, как за кратчайшее время, за кратчайшее расстояние обойти N городов. Это задача, у которой нет на данный момент решения за полиномиальное время, но есть несколько не совсем точных, но быстрых решений, которые мы здесь рассмотрим. Кстати, на другом потоке завтра именно эта тема 21 будет, задача Камива и Жора. Так, если с этим более-менее понятно, напишите, пожалуйста, в чат 501. Если есть, ребята, какие-нибудь вопросы по тому, что я сейчас тут рассказал, пожалуйста, задавайте. Или, может быть, не вопрос, а просто какой-нибудь случай или каким именно образом, какой-нибудь алгоритм вы познакомились. Было бы здорово. Благодарю. Так, а мы продвигаемся дальше. Следующий шестой модуль – алгоритмы на строках. Как найти подстроку в строке? Ну, можно использовать какую-нибудь стандартную функцию, substring или еще что-нибудь, starpos, и даже не задумываясь о том, а как именно эта функция работает. Дело в том, что есть много способов, как решить эту задачу, начиная от банального полного перебора, который за квадратичное время работает, и заканчивая алгоритмом кнута Морриса Пратта, который так просто, прямо скажем, не поймешь. Но я разместил эти темы в таком порядке, чтобы сначала мы познакомились с более простыми алгоритмами Буэра Мура, Буэра Мура Харспула, а потом рассмотрели алгоритм Аха Карайска, который строит бор, то есть дерево, префиксное дерево, с позволения сказать, всех подстрок, которые нужно искать, и в конечном итоге получается конечный автомат, пройдя по которому, можно найти все подстроки в строке. Я думаю, вы знаете, что регулярные выражения реализовываются также через конечный автомат. И вот тут хороший вариант с этим всем познакомиться. Так вот, изучать, знакомиться с алгоритмом кнута Морриса Пратта лучше через, используя идею конечных автоматов. Так он более понятен, потому что сам по себе этот алгоритм очень сложно понять, как он работает. Там такие технологии, вообще, я до сих пор не могу ответить на вопрос, как до такого вообще додуматься можно было. Но получается, в самом деле, конфетка, то есть получается очень эффективный алгоритм, который, конечно же, используется под капотом языков программирования, которые реализовывают алгоритм поиска под строки в строке. Дальше, на 25-й теме у нас будут алгоритмы сжатия. Мы рассмотрим три алгоритма сжатия. Это код Хаффмана, RLE, LZ77. Достаточно интересные алгоритмы. И один из вариантов, то есть вы сможете написать свой собственный архиватор. И один из вариантов проектной работы – это, собственно, реализация архиватора. Ну и про шифрование данных, про RSA, криптосистему, про алгоритм обмена ключами Диффи Хеллмана и вообще о том, что такое, зачем это нужно. И как с этим работать. Седьмой и восьмой модули чем-то похожим – это динамическое программирование и по-другому можно было бы назвать олимпиадное программирование, то есть как решать олимпиадные задачи. Возможно, некоторые из вас предполагают, что наш курс – это решение олимпиадных задач. Нет, не так. Понимаете, когда перед вами олимпиадная задача, вы можете ее решать, как желаете, как хотите. То есть сами придумываете способ к ее решению. Но на нашем курсе в каждой теме, в каждом модуле, на каждом дебинаре вам уже рассказывается, как надо решать эту задачу, какой алгоритм надо использовать и как его использовать. Вам нужно его просто реализовать. В этом смысле обучение не такое сложное, но и непростое, конечно. А вот в седьмом модуле мы знакомимся с идеей динамического программирования, то есть когда задача сводится к точно такой же, с меньшими данными. И идея простая, но для того, чтобы ее реализовать, не всегда понятно, а как именно можно свести задачу к точно такой же, с меньшими данными. Именно поэтому мы на этом вебинаре решаем четыре самых разных, совершенно разных задач, в которых используется динамическое программирование совершенно разными способами. И таким образом вы можете и у себя в голове представить вот такие вот шаблоны, паттерны, как именно можно решать похожие задачи, будь то на олимпиадном программировании или в какую-либо бизнес-задачу. Дальше про алгоритм кэширования Михаил вам расскажет, чем кэш от кэша отличается. Ну, я шучу. И на олимпиадном программировании мы продолжим тему динамического программирования и решим сложную задачу, одна задача про фермера, который захотел сарай построить. Ну, это так, только лирика. На самом деле там интересная задача, которую, при решении которой полным перебором получается сложность n в четвертой степени, при единовременном применении динамического программирования у нас получается кубическая сложность, а когда мы еще второй раз применим эту же самую идею динамического программирования, но там уже чуть более сложно, мы придем к квадратичной сложности. То есть вот так вот мы опять же одну и ту же задачу решаем разными способами и видим, насколько это все эффективнее получается. Ну, а 30-я тема – это подарок от меня всем участникам, то есть эту тему я сам предложил, алгоритм Дональда Кнута Dancing Links о решении задачи о полном покрытии, к которой можно свести огромное количество задач. Ну, самое популярное – это, конечно, Пентамима или Тетрис или Судоку, или расположение ферзей, но Dancing Links – идея вот этого алгоритма, вот эти четырехсвязные списки составляется. И если кратко, то идея заключается в следующем. Смотрите, вот представьте, у вас есть массив из n-значений. Некоторые из этих значений уже обработаны, и они как бы в массиве отсутствуют. Сколько надо сделать действий, чтобы найти очередной элемент? То есть очередной раз пройтись по этому массиву, найти там, допустим, минимальный. Даже если у вас в массиве из n-элементов осталось всего три элемента, вам все равно нужно будет проходить по всем, по всем, по всем элементам, каждый раз проверяя, этот элемент остался или не остался. Алгоритм Dancing Links удаляет те элементы, которые уже отработаны. И в результате самое объемное количество, самый высокий объем работы, который происходит тогда, когда данных осталось мало, он многократно ускоряется. Потому что если в массиве осталось всего три элемента, то сложность поиска всего три. То есть он только по этим элементам проходит, по которым они остались. А все остальные удалены, но потом они возвращаются. Это как бы самая суть, самое зерно этой идеи. Но там она все, конечно, куда шире и куда интереснее. И целый вебинар этому посвящен Dancing Links. И, кстати, одна из проектных работ также может быть реализация программы Sudoku. Один из наших студентов написал программу для мобильного телефона. Наводишь его на Sudoku в газете или в журнале, он ее фотографирует, сканирует и прямо на экране выписывает цифры, какие должны быть подставлены. Потому что сам процесс решения сдачи просто моментальный. Он эти Sudoku щелкает, как семечки. Это никакой не полный перебор. Это вот прям шикарнейший алгоритм Дональда Кнута. Так, с девятым модулем с вами поработает Михаил Горшков. Свою любимую математическую тему расскажет про фильтр Bluma, алгоритмы MinHash, SimHash, HyperLockLock, CountMinSketch и много других страшных слов. Но темы достаточно интересные. Также можно увидеть, как можно работать с огромнейшими пластами данных, решая вроде привычные задачи, но когда их слишком много, когда там даже не терабайты, а еще больше, то обычные алгоритмы не подходят. Но как найти? Как там можно искать то или иное? А вот Михаил вам расскажет и про другие тоже интересные темы. Ну и венчает наш модуль, на наш курс десятый модуль «Проектная работа». Вы можете либо написать какую-либо проектную работу, которую вы берете, либо просто решать домашние задачи. Выбрать проект можно из того, что мы предложим, либо предложить даже свою идею, то, что давно хотелось сделать, никак не было времени. Или даже порешать олимпиадные задачи на каком-нибудь сайте типа Elite Code или Code Wars. Ну вот, вроде бы все. Если есть, ребята, какие-то вопросы по этой программе, напишите, пожалуйста, этот вопрос. Если вопросов нет, напишите, пожалуйста, какой-нибудь комментарий, что понятно, непонятно, интересно, неинтересно, что-нибудь, пожалуйста, какую-нибудь обратную связь дайте. Так, комментарии в чат, и, Евгений, у меня пару таких уточнений. То есть правильно я поняла, что не обязательно заранее знать тему проектной работы выпускной? Нет, нет, конечно, не обязательно, потому что, ну, как правило, месяц, который дается на проектную работу, это более чем достаточно для реализации. То есть тут нет такого огромнейшего проекта. Это не курсовая работа и не магистрская работа. Это просто законченная программа, которую можно написать за, ну, может быть, часов за 20, да, за 10-20 часов. И, ну, за два вечера не получится. Все-таки надо пару недель следует по вечерам на это дело выделять. Но мы помогаем на консультационном задании, оно больше такое мотивационное занятие, выбрать тему, помочь, что действовать. Ну, как правило, ребята выбирают из того, что им в самом деле интересно и без проблем справляются. Много вопросов пишет 36-й. Извините, не знаю, как вас зовут. Задавайте вопросы, с радостью пообсуждаем. Балдеж, да, 77-й написал. Ну, да, тем много интересных. Можно вернуться к теме домашних работ. Так, вот, Евгений, извините, написали вопрос 36-й. Говорят, что олимпиадников не очень любят, так как их код трудно читаем. Хотя я сам олимпиадник, правда, по физике на меня это насторожило. Мы не готовим олимпиадников, как раз-таки наоборот. Мы готовим специалистов, которые, то есть мы помогаем вам познакомиться с алгоритмами. Олимпиадников почему не любят? Потому что они любят изобретать свои велосипеды. А мы как раз-таки не велосипеды предлагаем изобретать, а ознакомиться с тем, какие профессиональные велосипеды уже есть. Даже не велосипеды, а устройства, вот эти алгоритмы. Какие их уже можно использовать? Вы, может, будете его использовать уже готовые из коробки, да, но понимание того, как это все происходит, позволит вам создавать симбиоз вот этих вот вещей. Друг с другом, что можно сочетаться, что не может сочетаться. То есть у нас не олимпиадников наготовят ни в коем разе, а специалистов узкого профиля по алгоритмам. Если вы готовы, если вы желаете стать профессиональным программистом, то вот этот вот матчасть, вот эти все алгоритмы – это то, что must have, то, что вы должны, конечно же, знать. Ответил на ваш вопрос? Так, понял, что еще будет второй вопрос, судя по вашей единичке. Так, Евгений. А, вот, написал. Второе. Вы можете привести примеры, когда в мобильной разработке реально применяются алгоритмы, так как считается, что мобайл – это фронт, а логия где-то там на баке пишется? Ну, вот та программа, про которую я говорил, я судоку, решение судока получается, что она с интернетом не имеет ничего общего, да, она, то есть такая, в ней все алгоритмы расположены. Но это, скорее, исключение из правил. Вот, то есть в мобильной разработке, ну, даже фронт, даже на JavaScript можно какие-то вещи придумать, какие-то вещи использовать для отображения, для… Ну, не всегда на фронте, ну, если вы, понимаете, если вы не знаете, как эти алгоритмы, вы не найдете, где это применять. Если вы умеете, если вы знаете, вы найдете даже на фронте, где это можно использовать. Можно много всяких интересных фишек придумать. Я, конечно, не могу вам сказать, какой именно пример, ну, кроме того, что я раньше сказал. Вот. А логика, конечно, пишется на бэкэнде, и в этом смысле мне бэкэнд больше нравится, потому что там, как бы это сказать, ну, просто мне доводилось немножко с фронт-эндом работать, и мне это не нравится, потому что много времени тратится вообще непонятно. Чуть позеленее, чуть покраснее, и вот это вот занимаешься вот этой ерундистикой. Вместо того, чтобы писать какие-то конкретные алгоритмы, которые выполняют конкретную работу. Надеюсь, вы разделите мои эмоции. Вот. И в этом смысле на бэкэнде, конечно, именно там в основном алгоритмы крутятся. Так. Я программист, но не математик. Я о многих алгоритмах, упоминаю, не слышал. Насколько реально пройти курс без математического бэкграунда? Из математики вам следует знать, что такое логарифм. Ну, я так сказал, так говорю, потому что именно логарифм, логарифмы очень часто используются, так или иначе. Ну, не логарифмические тождества решаем, да, а просто вот понимание вот этих, да. Но даже синусы и косинусы знать не надо. И интегралы тоже не нужно. То есть школьной математики более чем достаточно, логического мышления более чем достаточно, здравого, да. И, ну, было бы, может, интересно, если вы знаете теорию колец, да, то есть вот эти поля и все прочее. Но, опять же, совсем не обязательно. Не зная этого, все равно можно все это понять. Просто где-то, где-то вот это упоминается, что вот тут вот есть формула энтропии там или еще что-то. Но это совсем не обязательно знать. То есть не обязательно понимать, как это выводится. Или формулу Тейлора мы точно не будем выводить. Вот. То есть математика в рамках школьной программы более чем достаточно. Самое сложное, да, это вот логарифмы, наверное, что используется. Надеюсь, ответил на ваши вопросы. А то, что вы говорите, что вы не слышали эти алгоритмы, ничего в этом удивительно, да, потому что это как бы кухня именно программистов. То есть профессиональных программистов в том плане, я не хочу сказать, что вы не профессиональный программист. Я хочу сделать акцент на то, что профессиональных программистов, которые именно алгоритмами занимаются. То есть вот такие вот теоретики, как Дональд Кнут, как… Ну, не буду фамилии другие называть. Просто когда вот начинаешь в этих алгоритмах немножко крутиться, немножко разбираться, вертеться, уже появляются какие-то вот эти можно сопоставления одних алгоритмов с другим. Но дело в том, что эти алгоритмы, да, они, как правило, по фамилиям различным названы. И можно этими словами, как в том анекдоте, да, я знаю, дзюдо, кунг-фу, ушу и много других страшных слов. Вот. Также и тут я вроде сказал много разных страшных фамилий, страшных слов, но вот именно в этом всем мы сможем разобраться. И то, что вы не знаете эти алгоритмы, как раз-таки сигнал к тому, что, наверное, стоит этим разобраться, потому что вы, правда, сможете очень-очень значительно расширить свой кругозор, а значит, и повысить статус профессионального программиста. Так, какое обычно количество участников на потоке? Записывается несколько десятков, но вот на вебинары регулярно приходит, ну, самое минимум было два, но это очень редко, обычно шесть-десять. Вот на предыдущем потоке, вот на параллельном потоке сейчас по 10-12 человек регулярно приходит. Вот. Слишком много не бывает, то есть 20 человек может прийти на первый вебинар, как правило, но потом не все ходят на все по различным причинам на все вебинары. Вот. Но где-то человек 12 регулярно приходит и получает, в самом деле, дискуссии. Иной раз я прошу, чтобы мне посуфлировали, то есть рассказал, как работал алгоритм, проработали одну итерацию, и прошу там других студентов также проговорить. Все мы на этом месте нарисуем. Ну, достаточно интересно проходят вот эти вот занятия. Угу. 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 Благодарю за обратную связь. Да, Джун, великолепно. Будем вместе развиваться дальше. Алгоритмы – это круто, особенно это на том же лид-коде или код-варсе видно, когда на малых данных работает, а на больших – рантайм. Ну, да, я вот, может, в 17-й раз повторю, что любой программист может решить любую задачу методом полного перебора. Но для того, чтобы это работало за приемлемое время или работало на огромных количествах данных, вот тут уже нужно что-то знать побольше, чем просто написать три вложенных цикла. Ну, или рекурсию. Так, ну, вроде на все вопросы ответил, которые в чате. Хорошо, Евгений. Давайте тогда перейдем дальше. Вкратце сейчас расскажем про сам такие организационные моменты процесса обучения. Как уже мы говорили ранее, все обучение у нас проходит в онлайн-формате вебинары. Длительность вот конкретно этого курса составляет пять месяцев. Финальный месяц отводится для выполнения проектной работы работы и подведения уже результатов. Значит, проходит это два вебинара в неделю по два академических часа. Плюс, как Евгений уточнил уже, столько же времени нужно будет уделять на домашнюю работу, чтобы успешно пройти этот курс. В чем преимущество? Вы во время обучения на вебинарах будет живое общение с преподавателем, сможете задавать вопросы, получать ответы на них. Так, и данный курс стартует 31 января. Здесь есть что-то дополнить? Или можем переходить к трудоустройству? Ну, если только кто-нибудь задаст вопрос, про организационные, так есть сомнения, что просто не пойму ни свой язык, можно ли демо посмотреть и, например, первый урок с вами пройти. Приходите 26 января на открытый урок. Мы там будем рассматривать алгоритм поиска максимального элемента на отрезке. Достаточно интересный алгоритм, который также использует массив как двоичное дерево. И можно любую ассоциативную функцию на любом отрезке найти за логарифмическое время. Очень интересный алгоритм. Крайне рекомендую. И именно эти идеи, идеи этого алгоритма используются нередко на различных... Можно использовать при решении различных задач на том же литкоиде. По поводу домашних заданий. Да, рассказал. Срок сдачи домашних заданий – это конец курса. То есть нет необходимости прямо обязательно до начала следующего вебинара. И это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что как бы никто за вами не гонится, а плохо то, что если накопится, то потом с этим сложно справляться. У нас иногда есть каникулы. Одна неделя, два или три раза. Это на майские праздники, там еще когда-то. И это помогает немножко перевести дух и немножко с хвосты подогнать, если они появляются. Да, ну вроде бы с этим все завершили. Да, еще хочу дополнить, что помимо общения на вебинарах, у нас студенты общаются в чатах в Slack программе. То есть постоянно находятся в коммуникации. Да, Slack – это классная дополнительная платформа для общения. И там нередко задают вопросы или по прошедшему вебинару, или по домашнему заданию. И здорово, что там задают, потому что сразу все видят эти вопросы и эти ответы. Иной раз бывает, что другие студенты отвечают на эти же вопросы. Иногда я там публикую вопросы или небольшие задания буквально пять минут перед вебинаром, чтобы настроиться на деловой лад и уже чуть-чуть эффективнее понять ту или иную тему, которая рассказывается. Да, еще Евгений часто задает вопрос про домашние задания. В каком они формате? Я так понимаю, это более практикоориентированные всякие задачи? Ну вот рассматриваем мы, например, алгоритм поиска. Три алгоритма возведения числа в степень. Алгоритм поиска чисел Fibonacci. Домашнее задание – реализовать эти алгоритмы, которые мы рассмотрели, и на своем языке программирование, и протестировать их. То есть иной раз… У нас даже есть разный уровень сдачи домашнего задания. Самый минимальный, джуниор, как я его называю, это просто повторить все, что было на вебинаре. Повторить или реализовать в минимальном аспекте. И уже зачет вы получите. Но лучше, конечно, как сами для себя. И многие студенты, большинство из тех, кто выполняет домашнее задание, выполняет именно не на джуниор, а вот именно посерьезнее. То есть логическое продолжение этого алгоритма на более сложные варианты, вот его реализовать или оптимизацию какую-то сделать, но о которой также все было рассказано, все было показано. И таким образом некоторые особо увлеченные, назовем так, студенты, напомню, один написал, что домашнее задание он потратил 40 часов. Но это его собственный выбор был, и я считаю, что это очень здорово, что он инвестировал 40 часов в свое становление программиста вот таким вот образом. То есть наш курс сподобил его с интересом, потому что 40 часов можно провести только с интересом, с увлечением. Просто так из-под палки столько времени никто заниматься не будет. То есть благодаря вот этим вот вебинарам и их посещению, ну, подогреваем, скажем так, интерес, освещаем вот эти темы, и часто у студентов появляется желание именно довести до ума, сделать оптимально домашнее задание. Отлично, да, теперь все понятно, спасибо. Так, есть ли какие-нибудь вопросы? По процессу обучения. Если нет, то можем переходить к трудоустройству и расскажем, насколько у вас требована профессия на рынке труда. Так, какой-то слайд будет. Да. Ну, я думаю, можем переходить дальше. Нам аналитики, наши коллеги подготовили анализ актуальных вакансий на российском рынке труда. Вот, собственно, давайте их рассмотрим. Евгений, передаю вам слово. Если будет удобно, можете управление... Да, давайте попробуем запустить слайд-шоу. Ну, мы рассмотрим конкретно про мидл-разработчика, да, так как джуниор, так или иначе, у вас уже наверняка есть, у каждого в кармане, да. Вот, наш курс подготавливает мидл-разработчика, ну, с позиции алгоритма, конечно, не каких-то технологий, а вот именно алгоритмы и структуры данных. Вот, но в любой, на любой работе профессионалы требуются всегда. И получится еще так, что за вами не вы будете искать работу, работа будет искать вас, да. Потому что особенно сейчас, с учетом реформ образования, к сожалению, умных людей днем с огнем, и они на вес золота во многих фирмах. Ну, вот, с опытом от 1-3 лет в Москве в вакансии мидл-разработчика аж 1762. И, конечно, можно найти и подходящий вариант, и для себя. Для, по всей России, 4131. Где лучше в Москве или в России, конечно, искать, решать вам, но я просто, скажешь, хотел бы вот такую мысль выразить, что зарплата часто зависит не от, не столько от ваших знаний, навыков и умений, и опыта, а от того, сколько может фирма платить. То есть, если какой-нибудь стартап устраивается, ну, если только вы сами его организовываете, да, и вы горите этим, это одно. А другое дело, если это как наемный сотрудник, какой он стартап, там еще неизвестно, когда и сколько попадет. А в большую крупную компанию устроится, которая может вам достойно платить, то там и зарплата может быть повыше. То есть, просто такой совет от себя, да, то есть, нужно понимать, что ваша зарплата зависит не столько, не только, не только от ваших знаний, но и от фирмы, куда вы устраиваетесь. И вот здесь вот можно как раз-таки смотреть по вот этим диапазонам. Да, вижу про финансовую сторону вопроса, я полагаю, Евгения в конце обязательно об этом расскажет. Вот, а мы сейчас вот про то, как финансовую сторону вопроса, что вы получите в результате, можете получить. Ну, понимаете, ребят, я как бы прекрасно понимаю, что вы уже работаете, скорее всего, вы уже программист. Но нередко студенты, но я из реальных историй рассказываю, заканчивая наш курс, ну, во-первых, пишут мне, я думаю, у меня сложная работа оказывается, она не такая сложная после вашего курса, она куда более простой оказалась. То есть, повышается планка сложности. То есть, уже с предыдущей задачей кажутся достаточно простыми, с одной стороны. С другой стороны, появляются приглашения, предложения, и это не обязательно, чтобы вы поменяете. Один мой знакомый рассказывал, что после вот этого курса его зарплату увеличили вдвое просто потому, что он получил предложение с другой фирмы. Но он не особо хотел переходить, тем более работодатель не хотел, и он просто удвоил ему зарплату, чтобы он оставался на том же самом месте. А до этого получается, что работодатель экономил в некотором смысле. Ну, вилка зарплат, сами видите, от 90 тысяч до 160 тысяч, и это вполне приемлемые зарплаты, то есть, 1500-2000 евро. В Москве, конечно, побольше. Понимаете, ребята, вот эти зарплаты, которые тут есть, это может быть нижняя граница для Европы, даже не для программистов, а для других этих самых специалистов. Но в Европе очень высокая стоимость жизни, скажем так, не только продукты, а вообще вот эти все услуги, особенно в Германии, в Швейцарии. И у вас в этом смысле есть преимущества, то есть вы получаете зарплату, можете получать как программист зарплату, ну, если не европейский, то, во всяком случае, схожего диапазона, но жить в России или где вы живете и больше откладывать, скажем так, больше получать эффективных затрат. Ну, и вот эти вот все вилки этих всех специалистов. Я особо, конечно, не могу прокомментировать по той причине, что я сам, слава богу, уже давно на собеседование не ходил. Я, скажем так, доволен тем, что у меня есть. Но следите за этим достаточно интересно. Соискатели. Соискатели, зарплатное ожидание, вот тут тоже важно не продешевить, да, то есть может быть такое, что вы придете, скажете, что я бы за хлеб пишу на C++ за хлеб, за еду, вот чтобы такого не было, да, то есть знайте себе цену, и тогда и вас также будут ценить. Вот, и как видите, этих соискателей вполне достаточно, вполне много, и тех, кто от 150 тысяч рублей, тоже немало таких специалистов есть. Статистики использованы данных 42% соискателей, указавших зарплату в резюме. Требования компаний, да. Ну, наверное, конечно, такие требования появляются, что кажется, что нужно уметь все везде и во всем, но по факту получается, что когда трудоустраиваешься, что не все это и нужно, да, но есть определенные темы, которые знать, конечно, нужно всегда, а именно работы с базами данных, SQL-запросы, высшее техническое образование, как правило, конечно же, а технический английский – это само собой, то есть это, скажем так, тот минимум, который должен быть обязательно. Не знаю, зачем тут про SQL прям буквально в четырех пунктах написано, но, как видите, здесь есть отдельный пункт знания основных алгоритмов и структур данных. С одной стороны, это кажется, что это нужно для того, чтобы пройти собеседование, потому что там нередко бывают такие вопросы, но с другой стороны, правда, благодаря расширенному кругозору знания алгоритмов, структуры данных и как это все друг с другом взаимодействует, можно просто эффективно работать и с легкостью разбираться в уже готовых программах. Кстати, тоже достаточно важное умение, да, то есть часто от программиста требуется не написать новый код, а разобраться в уже существующий. И тут именно ваши навыки, ваш опыт работы с алгоритмами может пригодиться. Евгения, спасибо. Какие-нибудь вопросы там в чате появились? Подождем немного. Профессия программиста хороша тем, что можно работать удаленно. Когда это был предел мечтаний, сейчас это привычное дело. Я вот про себя скажу, что я вот с декабря месяца устроился работать, как не я нашел работу, работа нашла меня, да, то есть я даже особо не рвался, да, ну вот написали, можете ли вы к нам прийти поработать, да, собеседование было. И, ну, специалисты всегда нужны, везде нужны. Я вот к чему, да, то есть просто пообщавшись и видя, что специалист, что он может прийти и сразу начать решать те задачи, которые есть, работодатели готовы с руками, что называется, таких специалистов нанимать. То есть становясь профессиональным программистом, уже не вы будете искать работу, а работа будет находить вас. И это, и в некотором смысле, наш курс алгоритм и структура данных может помочь в этом. Может помочь вот таким вот, ну, косвенным, конечно, образом, но тем не менее. Потому что, оперируя этими алгоритмами, оперируя этими знаниями, можно себя показать с хорошей стороны, ну и на работе, естественно, показать, на что вы способны. Да, действительно, сейчас это очень актуальное направление. И самое главное, что в будущем будет только востребованность увеличиваться. Потому что и рынок труда сейчас не переполнен кадрами еще по этой специальности. Что ж, если пока вопросов нет, давайте перейдем дальше. Я расскажу про партнер. У нашей компании есть партнеры. Можете видеть вот сейчас на экране. И не только. Список очень большой, на самом деле. Среди партнеров именно этого курса такие крупные компании, как Тинькофф, Газпром, НТС и так далее. То есть действительно очень крупные лидеры рынка в своей области. По окончании курса мы можем помочь вам заполнить резюме. И наши специалисты проводят с студентами карьерное консультирование. Также дополнительно мы можем помочь вам, скажем так, связаться с компанией. Обращаю ваше внимание на то, что в принципе любая компания, партнер нашего курса может увидеть резюме наших студентов любое и соответственно пригласить на собеседование. Поэтому вот в этом плане тоже очень часто случаи, когда мы помогаем нашим студентам после успешного прохождения обучения с трудоустройства именно в компании наших партнеров. Партнеры наши будут готовы вас пригласить к себе на собеседование. В свою очередь мы гарантируем, что резюме наших студентов попадает в компании партнеры напрямую руководителем группы отбора персонала. И как бонусом вы можете получить обратную связь по вашему резюме. Давайте еще расскажу вот про что. Так как мы ранее уже я упоминала о том, что у нас вот есть образовательная лицензия. После окончания обучения вы получаете сертификат, в котором будет указано количество выполненных домашних заданий. Сертификат этот будет доступен также в электронном виде, что очень удобно, потому что вы сможете его при необходимости прикрепить на HeadHunter. но если ваша профессия именно по вашему основе образования она созвучена с темой курса, то у вас есть возможность получить сертификат именно о повышении квалификации. Тоже дополнительно. Какие-нибудь вопросы у вас есть? Пишите в чат. Ну вот Ольга спрашивает, можно поподробнее про карьерное консультирование? Я уже на курсе. Так, да, смотрите, этим заниматься вы будете уже ближе к окончанию курса, либо уже после того, когда вы пройдете успешно курс. То есть, соответственно, для начала нужно получить именно сертификат. Далее уже с вами связываются наши специалисты, наши HR-менеджеры и вы будете общаться уже именно по непосредственному трудоустройству, вам будут помогать составлять резюме и так далее. Но это уже после того, когда вы получите сертификат прохождения обучения. так. Сейчас вижу все, пока вопросов нет. Что ж, перейдем тогда к оплате. Так, сейчас смотрите, стоимость курса обычно это 60 тысяч рублей. Сейчас стоимость со скидкой 48 тысяч рублей. Значит, у нас есть несколько вариантов оплаты. Это либо единовременная полная выплата, либо рассрочка от наших банков-партнеров на 12 и на 24 месяца, разбивка платежа, подписка и также оформление за счет работодателей. Это для тех, кто желает обучаться от компании, в которой он трудоустроен. Соответственно, с выдачей всех закрывающих документов для компании. Я бы еще добавил, что если вы оплачиваете самостоятельно, то есть возможность получить налоговый вычет, кажется. Да, все верно. Все верно, да, действительно, есть такая возможность. И давайте подведем итог небольшой такой по основным самым моментам, еще раз озвучим и ответим на все вопросы, какие остались. Так, курс стартует 31 января, продолжительность его 5 месяцев. Занятия будут проходить два раза в неделю в формате вебинаров по два академических часа занятия. В понедельник и в среду. В понедельник и в среду. После окончания курса вы получаете сертификат. Всем слушателям программы доступно карьерное консультирование, возможность трудоустройства к нашим партнерам. Единственное, карьерное не предполагается для тех, кто обучается за счет преподавателя, за счет фирмы. Ну, конечно, да. понятно по каким соображениям. Вот, да. И преподаватели на курсе, с которыми мы ранее знакомились, в том числе Евгений Флаусов. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами, отвечаете на вопросы. Очень интересно на самом деле было послушать про программу курса подробнее. Так, какие-нибудь вопросы оставить? Мы с вами провели почти час времени, даже больше. Пожалуйста, вы тоже выделите несколько минут на то, чтобы заполнить опрос о сегодняшнем занятии. Ссылочку я отправил в чат. Пожалуйста, пройдите, там парочка очень простых вопросов, оцените, как вам понравилось. это помогает делать наши встречи лучше, качественнее. Пожалуйста, сделайте это. Также я сейчас в чат отправлю ссылку на сам курс, сможете перейти и ознакомиться с подробнее с курсом на сайте. И я оставлю свою почту, контакты. Если у кого-то будут вопросы, можете писать по данному курсу. Это все сейчас будет в чате. Подождем еще минуту вопроса, может быть, еще появится. Также приглашаем вас через неделю на 26 января на вебинар открытый урок. Если вы хотите примерно посмотреть, как проходит наше занятие, приходите через неделю тоже в 20.00, в следующую среду мы рассмотрим одну достаточно интересную или даже две там интересных задачи. Я вижу, вопрос в чате нет. Что ж, спасибо всем большое, что были сегодня с нами. честно попрошу вас заполнить анкету обратной связи, ссылка в чате. Ждем вас всех на курсе. До новых встреч. Всего доброго. С вами Волосатый Евгений Витальевич. И до встречи на нашем курсе. Впереди нас ждет очень много интересного. Спасибо и до встречи. так, все, мы вышли, да? Так,